МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости в эфире. Здравствуйте. Какой он последний день весны 2019 года и какая была она завершающая неделя? Об этом в ближайшие 20 минут. С вами Анастасия Шахмать. А событий было достаточно. Горьких и радостных. Попрощались с героем России Андреем Зеленко и экс-председателем профсоюза педагогов Зои Цегулевой. Поставили точку в деле врача перинатального центра Литвиненко. Признали виновные в смерти младенца. Но от наказания освободили. А вот дело экс-чиновника Борисова, наоборот, дошло до суда. Вакантными стали два кресла в правительстве. А то, что долго пустело, теперь занято. Назначили главного архитектора Оренбуржья. А еще официально определились со стартом выборной кампании на пост губернатора. Сомнительное соглашение подписал Минздрав с Почты России. Выпускники подверглись первым испытаниям. А те, кто помладше, отправились на каникулы. Об этом и не только подробнее. Сегодня говорим с журналистами Дарьи Беликовой и Игорем Комиссарчиком. Купальный сезон еще не наступил. Но уже есть первое ЧП на воде. В Оренбурге спасатели вторые сутки ищут 18-летнюю девушку. Известно, что она решила искупаться в реке Сакмара. Зашла в воду и пропала. Купальный сезон будет открыт завтра, 1 июня. Большинство детей отправятся на каникулы. Специалисты МЧС настоятельно рекомендуют быть аккуратнее и купаться только там, где разрешено. К другим темам. В Оренбуржье официально стартовали губернаторские выборы. Субботы начинается выдвижение кандидатов политическими партиями. Фамилии претендентов на губернаторский пост узнаем. К 20 июня уточнили в областной избирательной комиссии. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Своих кандидатов могут выдвигать только политические партии. И самовыдвиженцы запрещены. Кроме того, тем, кто решится ввязаться в политическую борьбу, предстоит выполнить ряд процедур. Открывается избирательный счет кандидата. Они могут уже приступить к предвыборной агитации, за исключением средств массовой информации. То есть они могут выпустить листовки, буклеты, плакаты, баннеры. Но кроме этого, они в этот период, им предоставлена возможность собрать подписи депутатов. Так вот, количество подписей устанавливается в избирательной комиссии Оренбуржской области. И предварительно могу сказать, это от 242 подписей. Муниципальный фильтр составляет минимум 5% от всей представительной власти региона. Каждая депутатская подпись должна быть нотариально заверена. Это не бесплатно. Кандидату разрешается иметь избирательный фонд до 60 миллионов рублей. Регистрация кандидатов после проверки всех документов начнется в конце июля. Сами выборы пройдут 8 сентября в единый день голосования. Тем временем неофициальная политическая борьба за кресло главы исполнительной власти региона идет давно. О своем желании заявляли лидер оренбургских коммунистов Максим Амелин. Вернувшийся в Оренбуржье в прошлом главный федеральный инспектор Петр Копишников в очередной раз решил штурмовать политический Олимп и бессменный участник всех выборов представитель Парнаса Сергей Сталпак. Новости о ВРИ губернатора Дениса Паслери постоянно в топе и во многих газетах, и на сайтах. Однако никто из них пока официальную избирательную комиссию не уведомлял. Вероятно, наш лаг в обл. избиркоме начнется субботним утром, и так, вероятно, три недели подряд. А сама компания может стать интересным действом, считают некоторые эксперты. Там, да, мы все понимаем или не понимаем, что допустили тех, кто явно, может быть, не выиграет, или не допустили тех, кто мог выиграть. Это уже момент второй. Так бывает, да, мы все прекрасно помним, допустим, ситуацию с Сергеем Катасоновым, когда внезапно он как единый кандидат от оппозиции был снят, хотя у него были очень большие шансы. Может быть, не на победу, но на второй тур точно. А в этом году, ну, не знаю, как пойдет. Я думаю, что допустят тех, кто заявился, вот, по крайней мере, на сегодняшний день, я так понимаю, у нас три кандидата. Это Копичников, это Паслер и это Максим Амелин. Ну, вот их и допустят. Возможно, появится еще кто-то четвертый. Почему бы нет? Я не думаю, что она будет чем-то нетривиальным, я не думаю, что она будет отличаться от остальных предвыборных компаний. Очень многие сейчас анализируют, будет ли второй тур или не будет второго тура, но, мне кажется, его не будет. Формальностью пока это называть нельзя. Все зависит от того, какие шаги предпримет в Рео губернатор, чтобы победить в первом туре. И кто выйдет против него найти выборы. Потому что мы понимаем, что оренбургских оппозиционеров, как ни крути, у всех свой удельный выборный вес. И, скажем так, если выдвинется Катасонов, это одно, если Амелин, это другое, если Фролов, то третье. Кто сколько может голосов оттянуть. Плюс никто не может заранее предсказать, какие еще федеральные реформы нам подкинет Москва, насколько будут протестные настроения. Поэтому пока что наблюдать следует, я думаю, с интересом. Победа Паттлера пока что вообще не предопределена в первом туре и может случиться всякое. В эти дни в ЦИОМ опубликовал занятные данные. Рейтинг президента Путина снизился рекордно только 31%. Жители страны доверяют главе государства и поддерживают его политику. Много было пояснений. Но уже сегодня появилась информация, что в ЦИОМ решил пересчитать данные по другой методике. И тут уже другие цифры доверяют и одобряют президента чуть более 60% россиян. И пока шел пересчет, эксперты уже отметили, что такие игры с цифрами, скорее всего, скажутся впоследствии на кандидатах в губернаторы, отправленные в регионы по наставлению Кремля. Рано или поздно это должно было ударить по рейтингу главы государства, который когда-то был непоколебим. И оно ударило. Естественно, это рикошетом бьет по всем регионам, особенно по депрессивным областям, вроде Оренбургской области, где сейчас закрываются заводы, остро стоит проблема безработицы. Ну и все мы прекрасно видим, что дела в регионе вообще не в порядке. И в выборные регионы, и так совпало, что Оренбург же в этом году выборная, это тоже рикошетом ударит. Не так сильно. Избирателю местному все равно важнее, что происходит здесь. Он на рейтинг Путина не смотрит, но отклик, безусловно, будет. И еще к выборной теме. Мандат депутата законодательного собрания по 13 округу будет разыгран весной будущего года. Олег Димов, занявший пост в Рио вице-губернатора по внутренней политике, написал отказ, как и положено, в течение трех дней. Тем временем освободят его депутатских обязанностей на ближайшем очередном заседании законодательного собрания, которое запланировано на 19 июня. Затем в течение года область сберком обязана объявить и провести выборы. Как уточнил председатель комиссии Александр Нальвадов, это будет март-апрель 2020 года. Тем временем срок полномочий этого созыва заканчивается в сентябре 2021 года. Так что срок полномочий мандата ограничен полутора годами. Будет ли вновь участвовать в выборах ныне в Рио вице-губернатора Олег Димов, пока неизвестно. Пенсионерам от медиков будет больше внимания. Так решили депутаты законодательного собрания. Они провели круглый стол и определили, какие необходимо принять меры. В Оренбургской области проживает около 500 тысяч человек старше трудоспособного возраста. О том, как повысить качество жизни этой категории оренбуржцев, сегодня шел разговор на круглом столе, инициаторами которого выступили Комитет областного парламента по здравоохранению и социальной и демографической политике. Мы проводим этот круглый стол для того, чтобы обсудить взаимодействие медицины и социальной службы для наиболее успешного, бережного и очень эффективного сопровождения наших людей серебряного возраста. В Оренбурге в рамках национального проекта «Демография» реализуется программа «Старшее поколение», которая предусматривает совершенствование гериатрической помощи, увеличение охвата пожилых людей профилактическими осмотрами обучения этой категории компьютерной грамотности. За 8 лет более 10 тысяч неработающих пенсионеров прошли обучение. Председатель комитета областного парламента Ольга Хромушин обратила внимание участников круглого стола на возможность введения новых мер социальной поддержки, которые актуальны для оренбуржцев. Я предлагаю кроме перспектив сегодня говорить о том, а что еще у нас не все сделано и какие сегодня формы, где говорят нам сами люди. По итогам обсуждения часть предложения вошла в рекомендации, адресованные профильным региональным министерством, законодательному собранию и медицинским организациям. Слишком дорого Общероссийское объединение пассажиров возмутило резкий рост цен на билеты в Плацкарт. Теперь для россиян на 100% дороже из Москвы доехать в Калининград на 97% в Адлер. Такие данные Общероссийское объединение пассажиров предоставило Управление федеральной антинопольной службы, попросив провести проверку. Об этом рассказывают известия. Эксперты общественной организации провели мониторинг цен по 12 направлениям. Для оценки были выбраны случайные даты рейса в будние и выходные дни. По данным объединения, больше всего подорожали поездки на июнь-июль. Из Москвы в Калининград на 100%, направление Москва-Адлер на 97%, Новосибирск-Томск на 93%, Москва-Санкт-Петербург на 65%. Повышать же тариф с 14 июня по 1 сентября допускается не более чем на 20%. К слову, если покупать билет в Плацкарт из Оренбурга в Адлер, например, в начале июня, то цена его составит примерно 3441 рубль, а вот цены на июль будут несколько выше – около 4000 рублей. В свою очередь, в федеральной пассажирской компании отрицают стремительный рост цен. Данные назвали ошибочными, сообщают известия. Но если ФАС проведет проверку и выявит нарушения, компания может быть оштрафована. Одни летают, другие не путешествуют. Оренбуржцы рассказали о своем отношении к ценам на билеты в Плацкарт. Кто-то считает их необоснованно высокими, а другие даже не знают о них, потому что поездам предпочли самолеты. Больше спрос, больше цены. За три года цены не только повысились. При этом стараюсь летать самолетом и получать дешевле. Нечестно. А чем денег не хватает начальнику железной дороги, я так понимаю. Ну это, наверное, летний период как раз играет роль. Поэтому, ну как, сливки снимают? Я летаю самолетом и бездома вообще не езжу. Я давно не езжу на Плацкарте, поэтому даже не знаю, сколько, что, почем стоит. Зарплата 7-8 тысяч, вот я от детских получаю 7 тысяч. А Плацкарт куда-то на море поехать, я не в состоянии с ребенком. Поэтому я считаю, что это неправильно. Я отношусь, конечно, с грустью, потому что сам собираюсь на море в свадебное путешествие. И хочется отдохнуть, да, в России хотя бы, да, а не хватает средств на это. Потому что цены выросли, несмотря на это, места все почти раскуплены, видимо, не хватает вагонов. Вот, поэтому хотелось бы либо по унижению цен, либо хотя бы, чтобы они не росли. Спорный тандем или кому теперь на селе за жизнь отвечать. На этой неделе стало известно о соглашении областного Минздрава и Почты России, согласно которому у работников почты прибавится работа и ответственности. В районах они будут выполнять, по сути, функцию младшего медперсонала. Впереди инструктаж и работа в нескольких районах области. Кто там? Это я, почтальон Печкин. Принес заметку про вашего мальчика. Теперь почтальоны в Оренбургской области будут разносить не только заметки газеты и бандероли, а еще определять, насколько здоров житель. Почтальоны будут информировать о диспансеризации, а также оказывать первую медицинскую помощь. Им теперь нужно будет знать признаки инфаркта, инсульта, острой сердечной недостаточности. Вовлечение сотрудников других заинтересованных ведомств в дело охраны здоровья является мировой практикой. Специалисты Центра медицины катастроф в настоящее время обучают необходимым навыкам сотрудников почты. Будет получен первый опыт, который планируем развивать. Видите, до чего они вашего ребенка довели. Их надо немедленно в поликлинику сдать. Первые почтальоны с навыками медиков появятся в Бузулукском, Курманайском, Первомайском и Играчевском районах. Позже новшество распространится на всю область. Известно, что сотрудники почты редко бывают в отдаленных селах – два раза в месяц. Не исключено, что оказание медпомощи скоро возложат на чабанов и комбайнеров. У них работа и вовсе сезонная. Времени приглядеться к здоровью односельчан намного больше, чем у почтальонов. В целом же определенная логика есть. Если мы говорим о маленьком селе каком-нибудь, где живет на 100 дворов или на 200 человек, то там именно почтальон, тот, кто всех знает, тот, кто делает ежедневный обход. Если, например, в селе нет стационарного пункта какого-то врачебного, то хотя бы кто-то с медицинскими навыками там не помешает. Ну, главное, чтобы это не превратилось в обеззаловку, и у почтальонов не было за это какой-то ответственности. Ну и опять-таки, слава богу, что почтальонов попросили научиться распознавать сердечные проблемы, а не медиков разносить почту на вызовах. Это тот момент, когда две какие-то, знаешь, структуры, которые все время вызывают некий юмор. В нашей стране это Почта России и Министерство здравоохранения. Они объединились и решили сделать что-то общее. Но в конце концов каждый должен есть свой хлеб, каждый должен заниматься своим делом. И это еще раз говорит о том, что в Министерстве здравоохранения, в Оренбургском здравоохранении все очень плохо, что программа «Земский доктор» не работает и не сработала никак, потому что мы все прекрасно помним эти махинации, когда люди уезжали не совсем в село, а в пригород Оренбурга, где коттеджные поселки строили там себе дом и прекрасно там работали врачами. Ну, вот вроде как «Земский доктор». По статистике, может быть, там 5-7 человек и уехало. А на деле-то мы видим, что туда никто не уезжает, никто не возвращается в село, даже если оттуда приехал учиться в медакадемии, например. Все остаются здесь или уезжают в большие города. Сейчас короткая реклама, мы скоро вернемся и продолжим говорить о важном. Долги возвращают работникам ЮМЗа, выплачивают зарплату за март. Сообщается, что до 12 июня машиностроительный концерн получит более 30 миллионов рублей на погашение задолженности по зарплате за апрель и май. Все это в рамках сотрудничества с компанией «Уралмаш». По словам лидера профсоюза Ярослава Черкова, зарплата за март была выплачена полностью. Неэффективный менеджмент или куда катится образование. В Оренбурге на этой неделе стало известно, что закрывается кооперативный техникум причины убытки учебного заведения. Более ста студентам уже объявили искать новое место, где бы они смогли продолжить обучение. Причем на перевод дали всего неделю. Кооперативный техникум – один из старейших учебных заведений города. Свою работу он начал еще в 1943 году. Выпускал дипломированных техников, технологов, бухгалтеров и товароведов. Сегодня там учится 120 студентов, из которых 20 человек на заочной форме обучения. Но в этом году было принято решение закрыть техникум якобы из-за нерентабельности. Об этом родителям рассказали на собрании. А также перечислили убытки за несколько последних лет. Учредители техникум надеялись, что финансовое положение изменится. Родители же недоумевают, почему им никто не рассказал о шатком положении еще во время набора абитуриентов. Вы с 2016 года думали о том, что, ой, наверное, закроемся. Ой, наверное, закроемся. Вы зачем набирали детей? Вот просто ответьте, зачем вы набирали детей? Вам хорошо сейчас сказать, что вы приняли решение, там 40 вас человек, 43 или 45. Вы представляете, что сейчас дети остались без учебы? Учредителем учебного заведения является Оренбургский облпотребсоюз. Коммерческая организация, которая имеет право решать судьбу техникума. Об этом также сообщили на собрании родителям. И дали неделю, чтобы студенты могли найти новое место учебы. В Министерстве образования предложили Оренбургский государственный колледж экономики и информатики, колледж сервиса и Оренбургский государственный колледж. Выбор зависит от специальности студента. Здесь очень много вопросов, но факт остается фактом, если заведение рентабельно, оно будет закрыто. Потому что никто в убыток себе сейчас работать не будет. 120 человек, слава богу, это не так много, конечно. Это не 300, не 500, не 800, не 1000 человек, когда можно закрыться целый вуз в городе. Это техникум. Тут ничего не поделось, к сожалению. Можно как-то через суд попробовать родителям пойти решать эти вопросы в конце концов. Стоит отметить, что проблемы в сфере образования в Оренбурге возникали и ранее, и по другим причинам, но каждый раз перед студентами вставал сложный выбор. К примеру, в 2016 году после проверок Рособорнадзор приостановил свидетельство Оренбургского аграрного университета по пяти специальностям. Тогда в черный список попали гуманитарное, социально-экономическое и юридическое направления, а также факультет экономики и управления. А это означало, что студентам не могли выдавать дипломы государственного образца. 40 человек перевелось из этого вуза. Большинство все же продолжили обучение, а выпускники на защиту ездили в другие регионы. В 2019 году аккредитацию все же вернули. В 2015 году в Оренбурге с громким скандалом закрыли институт менеджмента. Это несмотря на митинги и протесты 6 тысяч студентов. Вуз присоединили к ОГУ. Даже большие вузы вроде аграрного института, да, с ними-то случалось, у них отзывали лицензии на некоторые специальности. Но в большом вузе эта проблема все-таки решается, и меньше вероятность, что она возникнет. А маленькие частные коммерческие образовательные учреждения, да, их это постигает. Особенно если учесть, что у нас с 2015 года идет очень большая чистка в Министерстве образования в плане того, что именно отзывают лицензии, сертификаты у, скажем так, спорных учебных заведений. Ну, с этой точки зрения нужно быть еще внимательнее, да, потому что, опять-таки, мы видели очень много примеров в области. И реально были люди, которые отучились и остались в итоге без диплома, и до сих пор его не могут получить. В конце концов, тех же экономистов, бухгалтеров и так далее, когда не нужно получать 5 лет специальность, можно пойти отучиться, и тебя сразу лучше возьмут куда-то на практику, чем вот так вот, с такими рисками, идти в коммерческое заведение, учиться, и вот теперь остаться, вот, по сути дела, на таком перепуте, что делать дальше. То есть тут получается два момента. Люди сами выбирают те специальности, которые не востребованы, где они не будут востребованы, зная при том, что, да, об этом. Может быть, как-то они надеются, что ситуация изменится, но она не изменится за год, за два. И то же самое с вузами. С вузами, ну, назовем их, да, общие образовательные учреждениями, они не переориентируют себя на новые условия. Они не готовят специалистов, которые нужны вот сейчас, прямо сейчас, потому что, может быть, твоя специальность будет востребована через 15 лет, но если ты 15 лет в ней не работал, кому ты нужен в этой специальности? Богатые на события весна. Последние три месяца Оренбуржья подряхивала от назначений, происшествий и утрат. Поставлены точки в громких уголовных делах, а другие судебные процессы лишь начинаются. Чем запомнилась весна 2019 года, далее в нашем выпуске. Самым громким событием марта стала отставка Юрия Берга, пусть ожидаемая, но вызвавшая широкий резонанс. Неполные 10 лет он руководил регионом, и практически сразу появляется информация. Путин назначил временно исполняющим губернатора, бизнесмена и в прошлом Свердловского чиновника Дениса Паслера. В марте жестокое убийство потрясло Орск. Был застрелен замдиректора городских электрических сетей. Киллер поджидал жертву утром в подъезде. Одна из версий следствия – убийство связано с профессиональной деятельностью погибшего. В конце марта Госдума принимает закон о фейковых новостях. За его нарушение грозит штраф для физлиц до 100 тысяч рублей, для юридических – до полумиллиона. В начале апреля крупнейшая управляющая компания «Оренбургская» признана банкротом. Жители домов, которые обслуживали это предприятие, получают уведомление, что их жилье теперь не обслуживается. До сих пор многие дома остаются без управляющей компании. В арбитражном суде начинается процесс по иску администрации «Оренбурга» компании «Скип». Претензии связаны с некачественными работами на спуске к Уралу. Вице-губернатор Вера Баширова покидает свой пост, а Камиля Ахтямов, экс-декан исторического факультета педуниверситета, получает реальный срок по коррупционным статьям. Резонанс вызывает информацию о смене маршрута бессмертного полка с проспекта Победы на проспект Парковой. Люди возмущены, почему власть вмешивается в организацию этого движения. Позже та же власть вернула полк на место. В мае в собственном доме происходит убийство руководителя Оренбургского филиала «Газпромтранс» Андрея Бахарева, его супруги и личного водителя. Убийцам удается скрыться, по горячим следам убийство раскрыть не удалось. Отрабатываются различные версии. Оренбург просился с героем России Андреем Зеленко. Он ушел из жизни на 1953 году после продолжительной болезни. Около 3000 работников Южноуральского машиностроительного завода получили уведомление о сокращении. На предприятии идет процедура конкурсного производства. В то же время становится известно, что в планах совместный выпуск с ПАУ «Уралмашзавод» конвертера для Евраза. Это будет первый заказ почти на полмиллиарда рублей. Дело Геннадия Борисова, бывшего заместителя мэра, передают в суд. Он обвиняется в получении взяток в размере 4 миллионов рублей. В Оренбурге для выпускников начинается пора ЕГЭ. Школьники сдали литературу, географию и математику. А на Уральской стартовал долгожданный ремонт дороги. Покрасили лавки и не предупредили зрителей. Из муниципального автобуса в очередной раз высадили подростка. И кто потерял сумку, отзовитесь. Дежурный по городу Александр Жарков обо всем расскажет подробнее. В эти дни в Оренбурге проходит шоу каскадеров. И некоторым зрителям изрядно испортили все впечатления. Старый стадион «Динамо» и, вероятно, решили привести немного в порядок. И даже покрасили лавки. Только вот краска не успела высохнуть. И некоторые зрители испортили свою одежду. Приятного мало. 13-летнего подростка дважды за два дня высадили из автобуса от остановки ТРЦ «Кит». Подросток на 20-м маршруте ездил на тренировку в район Первой городской больницы. Доезжал до конечного пункта нормально. Проезд оплачивал с помощью банковской карты, баланс которой пополняли родители. А вот на обратном пути кондуктор заявил, что оплата не проходит. И высадил несовершеннолетнего на улицу. На следующий день история повторилась. Ребенок снова до проспекта Гагарина доехал нормально, без происшествия. На обратном пути снова произошел сбой. Мальчика высадили. Причем СМС с уведомлениями о том, что недостаточно средств. Либо оплата не пришла. На телефон родителей не пришла, судя по всему. И оплату просто не проводили. Кстати, номер автобуса Х-472СО 56-й регион. Может стоит обучить кондукторов пользоваться терминалами и в случае чего их перезагружать. Да и установка вроде как была. Детей из общественного транспорта не высаживать. На остановке в районе перекрестка улиц 8 Марта и Кирова найдена сумка. Ее фотографию вы сейчас видите. В ней лежат продукты. Нашедший ее мужчина принес к нам в редакцию. Если это ваше, обращайтесь. Наш адрес краснознаменная 28. И можете не переживать. Поклажа в холодильнике. Продукты, которые лежат в сумке, не испортятся. На этом у нас все. Звоните дежурному по городу. Всего доброго. Первый день лета внесет коррективы в жизнь автомобилистов, абонентов сотовой связи, завещателей и родителей. В России с 1 июня вступают в силу ряд важных законов. С 1 июня по всей стране отменят роуминг. Все входящие звонки в поездках станут бесплатными. Большинство операторов уже перешли на эту схему. Теперь норма закреплена законодательно. Также территориальную привязку потеряют детские пособия. Ежемесячные выплаты на ребенка можно будет получить не только по месту прописки, но и по месту фактического пребывания. С 1 июня вступают в силу правила тюнинга автомобилей. Чтобы прокачать машину, автовладельцу нужно будет получить разрешение от ГАИ, а по окончанию работ показать ее инспекторам. Мера коснется тех, кто решил перейти с бензина на газ. Лимит выплат по ОСАГО с европротоколом увеличится с 50 до 100 тысяч рублей. Причем обойтись без помощи инспектора можно и при разногласиях о вине. Супруги могут составлять совместное завещание или договариваться с наследниками. Оформить такое завещание могут пары, состоящие в официальном браке. Спортивные марафоны, детские концерты и перекрытие дорог. Что еще ожидает оренбургцев 1 июня, в День защиты детей? Утро начнется со спортивных мероприятий. В 8.45 в парке имени Гуськова стартует спортивный забег. Возле памятника Чкалову также пройдет марафон, регистрация на который начинается в 9 утра. Все спортивные мероприятия будут разделяться на категории детские и взрослые. Также в программу будут включены соревнования подзюдо и легкой атлетики. В День защиты детей оренбургцы смогут посетить детские праздники. В 11 утра в сквере имени Пушкина пройдет игровой час под названием «Мы – лучики одного солнца». В парке 50-летия СССР пройдет концертный игровой праздник, который начнется в 18.00. В администрации добавили, что завтра во время забега в период с 10.15 до 11.15 будет перекрыто движение на пересечении улицы Советской с улицами Набережной, Максима Горького, Правды, Пушкинской, Кирова и Краснознаменной. И уже сегодня ребят и их родителей порадовало открытие детской железной дороги. Каждый год это становится настоящим праздником. Протяженность пути, которую выполняет поезд, составляет 5 километров 800 метров, а в маршрут входят три станции. В этом году железная дорога открыла свой 66-й сезон. Было весело, многие взрослых вспоминали, как сами, будучи детьми с замиранием сердца, путешествовали по детской железной дороге. Мы уже были у меня, когда первый ребенок маленький был, мы приходили сюда. Сегодня мы решили еще раз прийти с маленьким нашим малышом. Нам очень нравится. Да, сын мечтает быть машинистом. Дай бог, пусть учится. Большое количество граждан, которые просто едут на детской дороге, чтобы вспомнить свою молодость, пройтись по каким-то лагерям в окрестностях, либо просто съездить, погулять по лесу, подышать свежим воздухом. Не первый раз здесь супруг работает. То есть вы каждый лет приходите на открытие или регулярно посещаете лет? Да, даже по несколько раз приходим, катаемся. Очень нравится, да. Насколько мы знаем, папа, наверное, всю историю детской железной дороги Оренбургской рассказал. В этом году 66-й сезон открытия. Такой была последняя неделя весны 2019 года. Завтра лето. Это каникул для большинства школьников. Жаркая пара для выпускников и кандидатов в губернаторы. А пока всех нас ждут выходные, мы выпускающая бригада. Желаем вам их отлично провести. Увидимся в эфире Оренбург.